Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Total War Warhammer 2. Компания за темных эльфов на очень высоком уровне сложности. В предыдущем эпизоде мы закончили на моменте планирования атаки на клан Pestilens, на вампиров. И вот что заметил я на горизонте. Многие в комментариях тоже про эту армию писали, но я не стал заострять внимание, так как толкал уже финальную речь. Армия плывет вампирская к нам, плывет явно с недобрыми намерениями, надо одну армию разворачивать нашу, чтобы их догнать. Тут проблема-то в чем? Развернуть-то армию я могу, но они могут до нас достать. А так там 20 отрядов, чем это закончится, я думаю, все прекрасно понимают. Кто смотрел одну из моих серий, прекрасно понимают. Ой-ой-ой, тут открытое море, мы можем понести потери. Что эта армия нас легко и свободно утопит. Мда, это плохо. А здесь он меня уже достает. О да. О да. То есть приблизительно я могу проплыть... ...вот досюда, не больше. Тогда он меня не достанет. А можно, в принципе, даже и максимально проплыть. Все равно эти армии пока у нас две простаивают. На две-то он вряд ли сагрится. Какая разница, одна плывет, две плывут. Так, и у нас тут где-то был наш... ...черный ковчег, который сдвинуться пока не может. И смотрите, что у нас опять с доходом. Если меня не глючит, то в конце предыдущей серии... Я, правда, смотрел... ...вчера было 9 тысяч там с чем-то... ...89, что ли? 99,89 вроде как бы. Но могу ошибаться. А сегодня у нас 10 тысяч 24 доход. Хотя это тот же ход. Это тоже количество рабов. Собственно, непонятно. Поднялся опять на пару буквально монет. Хотя никаких особых, вроде даже микропатчей я не заметил. Что происходит с доходом в этой игре, я хрен его знает. Вот я специально его отслеживаю. И этот вопрос очень-очень интересует. Так, тут у нас две армии продолжают сидеть. Восполняться и готовиться к атаке на вампирио. Или они на нас сами нападут. В общем, завершаем ход. С вампирами надо разобраться перед тем, как на Пестелинс нападать. Ну и мне тут рекомендуют отдельные товарищи в комментариях. Срочно проводить ритуал в очередной 3505 раз. Говорят, надо срочно проводить ритуал на захват вихря. Наплевать на Пестелинс, наплевать на вампиров. Зачем они тебе нужны? Да, действительно, зачем мне им нужны, когда эти вампиры и Пестелинс сомнут Мурати и потом придут ко мне, захватив всю карту вокруг меня. Говно вопрос. Никаких проблем. Или вариант номер два. Амурати смена этих захватывает всю территорию Пестелинса. И тогда конфедерация между нами будет априори невозможна, так как ее силы будут уже в 10 раз выше, чем у нас. Поэтому плевать мне на вихрь, я вот вам что хочу сказать. Мне он совершенно не нужен. То есть это анахронизм, который, возможно, скоро вообще уберут из игры при объединении карт. Ну или по крайней мере у фракции, которые были в первой части, это у вихря явно не будет. У орков, у империи зачем он им сдался? У вампиров. У хаоса. Хаос и так приходит к нему в гости, когда ему надо. Когда начинается ритуал. Поэтому для меня главное выиграть кампанию по доминации. Вихрь это приятное дополнение, если будет время на него. И обязательно мы выполним. У меня, кстати, есть даже вариант выполнить квесты вихря параллельно с войной с вампирами и с Пестелинсом. Поначалу хватит одной армии, потом я, возможно, донайму еще одну, чтобы сдерживать хаос при проведении ритуалов. Ну и потом, может быть, даже мы наймем и седьмую армию, если экономика потянет. Там ведь пока вихрь проходит, уменьшается содержание на войска, я посмотрел. А вот если его начать, там будет, по-моему, на 10%. 10 ходов у нас войска будут стоить дешевле содержания. Так, 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 у нас тут налет на пару рублей. Вариант с рабами здесь вообще абсолютно не прокатывает. Которые писали, что, значит, там рабы вымирают, поэтому доход меняется на начало хода. Он не может меняться, потому что ход тот же самый. Не вымерли же рабы на этом же ходу. Итак, вампиры высадились против двух армий, я говорил, они не пошли. Да, блин, как же ты плывешь-то по-монайски. Так, а вот это, кстати, очень плохо. Это очень плохо. Потому что... Ева поплыла не по тому курсу, по какому надо было. Но я думаю, что вампир уже не вернется. А он и не достает, кстати говоря, в море. Так что это не важно. Он пойдет, наверное, к башне леса. А здесь везде есть стена, так что ему... Просто так эти города не проштурмовать. Ну как, он может это сделать? При желании большом. Или вот тот же Ангириаль, у которого гарнизон слабоват. Но ему придется попыхтеть. Забирая именно стену. Так, вот тут надо улучшать наковальный ваул, без сомнения. Гарнизон. Так, уникальная постройка пока здесь недоступна. Но скоро будет доступна. Ну и доход, наверное, увеличим. Вот эта вот армия, которая нас сейчас занимает с колонизациями, она может... В принципе... Отразить нападение хаоса. Участный порядок, я пока здесь ничего не могу построить. А он даже с армией внутри минус два. Тем временем. Может, к лагерю Мунга подойти. Далеко тащиться придется. Не, пока посидим. Надо восстановиться после захвата. Еще чуть-чуть совсем. Вот, смотрите, начало ритуала. Если мы его начинаем, то там, в общем, прибавляется у нас... Казна весьма солидна. О, доход от всех построек плюс 10 регионов на 6 хиадов. Замечательно. Прибавляется доход на пару тысяч. И знамя ужаса. Подводные трофеи. Нашли по дороге. Черным ковчегом. С вами переем будем разбираться. Прямо сейчас уже. Он вряд ли сможет. Да, он даже и не собирается отступать. Будем драться, наверное, один на один. Хотя... Ну, шанс здесь высок на авторасчете. Вот тоже как рассчитывать. Сейчас выйдем в бой. И шанс будет почти 50 на 50. Я даже думаю, может быть, и меньше. Это очень элитная армия. Здесь и дерьмовых подразделений, кроме зомбарита. Тут еще... Ни топорей. В общем-то и нет. Опытные курганные духи. Потери будут большие. Так он вступает. Переходим. Дредь командир! Следующая деструкция! На городе! В любом случае, ему не уйти. Давайте-таки вторую армию подключим, ибо... Ну, исполняться мы здесь будем долго. Отплывать на острова я тоже не хочу. Сразимся. Карта такая средненькая. По паршивости есть лес. Правда, он-то будет на равнине. Это у нас часть войск может в лесу находиться. Но в этой серии в основном бои-то, я думаю, своим переем будут. Хотя с пестоленсом тоже война. Полагаю, что начнется. Вот, видите, шанс 50 на 50. При таком раскладе потери будут очень-очень большие. Монстров много. Но мудридесса армия получше подходит против вот этой вот. Которая напротив нас. У нее там и стрелки подальше стреляют, и палачей больше. Но все же. Входит она сзади. Я думаю, что Вамперио пойдет в атаку сразу же. Не будут они стоять. Да, они наступают. Значит, что нам надо выходить вперед. А вы чуть назад. Так, окей. Дракон сюда. Кал пока не подключаем. Вы все бегите сюда. Но вторая армия уже не успевает. Можно было отойти чуть назад. Но я рискну. Если что, если прямо большие очень потери будут, отступим от острова. Так, пошел обстрел. Окон, давай. Ой, не-не-не-не. В зомбаре особо дышать-то не стоит. А вот тут вот ребята что-то могут здорово. Будут насрать нам ударив в тыл. Они, кстати, это и пытаются сделать. Включаем КАО. Стрелкам заходят во фланг. Тут уже колеблются. Пробеждаем тихоньку. Банкеры не могут колебаться, а они разваливаются. Даже Варгур впервые возбудился. Убилить ведьмки. Конечно, настряки-то еще долго будут. Мешаться. Тирант! Пробуем, да, вдохнуть, воблететь, чтобы в двоих не попасть. Почти добрались к подкреплению. Первая армия неплохо держится. Да, они разваливаются и сейчас уже... Они гейлированы. Че, не дыхнул за это? Блять, боялся к своей нацепить и не дыхнул. Блин, не дыхал! Благород, дыхание для всех! На днях, наверное, я начну прохождение. По крайней мере, постараюсь. Shadow of Mordor. Был соблазн у меня словить хайп на второй части. Shadow of War. Но так на канале не было первой. Я игры задом наперед не прохожу. И поэтому я начну с первой части. Все, у меня ключ есть и по второй. Все, они развалились. Эта игра будет очень актуальна. Вот именно в сочетании с Вархамером. Это тоже фэнтезийная вселенная. Очень похожая только в Истерине колец. В свое время я не проходил Shadow of Mordor по причине того, что Warner Brothers там предъявлял претензии к своей музыке в игре. Но сейчас я проверил, их нет. По крайней мере, в начале. Да и посмотрел там по другим прохождениям тоже рекламные ставки есть. Это значит, что... С музыкой. Это значит, что претензий к музыке нет. Сейчас можно проходить. Видать, за сроком давности уже все авторские права на музон закончились. И его отключать не придется. Итак, потеряли 283. Они потеряли всю армию. Но с вампирами воевать одно удовольствие. Разваливаются быстро. Стражи их с палачами разрубают быстро. А вот только ведьмы. Избрание получают. И убрали их. 5 тысяч денег. Спасибо за финансирование. И в принципе, сходу мы можем проотковать, наверное, их город. Яйцо Черного Дракона способности. Мастер Крюлтей. Что тут на Заре сидит? Такая средненькая. Есть гарнизон. Теперь атакуют, допустим, мудрюдес, а Дарфаян на подход. Не входит в бой. Не достал. Но сейчас мы его подведем поближе. Паян, что за непорядок. Будешь дестрой, дестрой. Сейчас все раздестроим. Поехали. Побой подряд. Ну, что еще из новинок в этом месяце выходит путных? Эликс. РПГ. Пирани Бейтс. Разработчиков Готики. Оригинальный, для тех, кто не в курсе. Многообещающая игра по геймплею. Хотя графон там, судя по видео и скринам, устарел лет на 7. Но не самый главный графон. В Готику играют не за графику до сих пор. И, конечно же, Ассасин выходит 27 октября из Токио. Вот его-то надо точно будет поиграть с самого релиза. Если, конечно, я ключ достану на релиз, я пока не уверен, но мне его обещали. Так, 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 так. 50 на 50 опять шанс. С армии-то выходит сзади ворогов, и им придется шевелиться. Куча, короче, игр. Все это компилируется с тем, что еще не пройдено. Это весьма-весьма напрягает. Ну и завтра я, наверное, продолжу Флонор. Там осталось буквально 7 миссий до конца кампании. Надо место освободить. Тот же Shadow of War весит 103 гигабайта, Steam пишет. То есть SSD не резиновый, и надо тихонько подчищать место для следующих. Игор. А этот вампир встал, просто в узких местах решил здесь держать. Или нет? Шанс у него есть определенный. Процентов 25 на победу. Но учитывая, как его войска воюют против темных, на самом деле никаких шансов у него нет. Вперед, выходим. Нями чуть назад. Пыхаем, рыгаем. Так, а нас тут повязали. И не дают нам пыхать. Так и он пошел в атаку. Понимаю прекрасно, что сейчас будет ему трындец. Еще и ведьм повязали, а вот это плохо. Так, мудрый Десса, иди сюда. Фаян, давай ближний бой. Ну и давайте посмотрим. Ведьмам, конечно же, достанется. Так, на флангах отковал кавалерия. Что поделось? И если он букву подправил в полет. Мощный обстрел. Кава вражеская пытается сзади ближний бой, но тут уже нарывается и на тяжелую пехоту палачей, которые разбираются и с монстрами. Очень хорошо. И с их призрачной кавой в том числе. Теперь возбудились призраки. Да, даже у призраков встает. Интерес к ведьмам. У призраков встает вопрос, стоит ли их убивать. Прекрасное создание. Вот это куча. В таких вот толпах обычно в игре самый низкий фпс. И заметьте, ни одного теста в игре нет в такой толпе, чтобы просто не распугивать людей результатами. Таких вот куч собирающихся в одной точке. Как у них тесты пробуют? Обычно просто две армии сходятся друг напротив друга, начинается бой и на этом тест завершается. Так вот. Там, конечно, фпс будет выше раза в два, чем в бою реально. Долго они там разваливаться-то будут? Кто еще не развалился? Узнавайтесь. Войны скелетов. Тоже в ярости. Тоже неуправляемые. Тоже от ведьм. Крпец. И все. Долго стояли. Решительная победа. Город наш. Потери были 169-129. В целом ничего особенного. 2000 вампиров канули в лето. Ну, я говорю, с ними война будет простая именно в плане уничтожения армии. Даже их элита нихрена ничего не может сделать против тяжелых вход и темных эльфов. Но вообще проблема-то будет именно с колонизацией городов и с крысой. С толком-то ни хера не восполнишься. Так, ну это наш город был, поэтому мы его выбираем просто обратно. Так-так-так-так-так-так. Сообщает нам, что погиб вражеский генерал. Опять куча здесь способностей, особенностей новых. Ритуал, я думаю, начнем мы в следующем эпизоде потихоньку. Я не буду доводить его до последнего. Там нужна и более серьезная армия, чтобы сдерживать. Но, по крайней мере, первый-второй мы провести, я думаю, сможем. Иначе как бы пестельность не уничтожили раньше, чем ритуал будет закончен. Тогда мы по доминации уже выиграем. Что-то там поговаривали, что на этом кампания будет... Ну, не то, что завершена. Кампания с вихрем будет автоматически выиграна. Хотя мне писали, что она будет выиграна, и когда последний претендент будет уничтожен. Так что верить никому нельзя, я же говорю. Только на собственном опыте. Но если выиграем по доминации, не успев сделать до конца ритуал, вихря, и он тоже будет выигран, то шо поделать? Ну, шо поделать? Так, мудридессы, а тебе че еще прокачать-то? Дисциплину тебе прокачаю. Ну и можно, кстати, да, вот докачать грабежи поселения, потому что не до конца этот перк у нее изучен. Верить никому нельзя. Кто-то писал в комментах, верить надо людям. Наивный человек. Людям как раз верить и в первую очередь нельзя. Доступ ритуал... Так, доступен ритуал вихря. Вот, кстати, сейчас я вам покажу. Мы его типа начинаем. И, 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 и. Вот, содержание минус 10% для всех войск, общественный порядок плюс 6, рост черных овчегов плюс 4, местный резерв найма плюс 1. Но это только в процессе ритуала. То есть 9, там, 10 ходов. Пока, естественно, начинать не будем. Кто самый опасный? Хищник в природе. Не лев, не тигр, не гепард, не пантера, а человек. Да-да, именно человек. Хотя у него нет ни когтей, по сути, больших, длинных, ни зубов, острых, ни челюстей мощных. Напасен именно своим коварством. То, что верить людям мог написать либо наивный взрослый романтик, либо какой-то школьник, который еще жизнь-то и не видывал. Так, ну ладно. В империю сейчас сходят, плут они обратно или нет. Они хотели мирный договор, походу, делал. Так, хотят они мирный договор за 2000 рублей, учитывая, что войну мы с ними скоро все равно начнем, так как нападем на пестлинцы и прочую лабуду. Попытаемся хотя бы убрать их армию с нашей территории. Я надеюсь, вся нация благополучно уплывет. Правда, придется ждать, пока они опять уплывут. Так, а если я с тебя еще больше денег запрошу? Шанс низкий. Умеренный. Отвергли. Ну да ладно. Пожадничал, надо было 2000 принимать. Да и хрен с ним, сейчас мы эту армию утопим, потом мы предложим мира, а может быть даже и не будем предлагать, он в любом случае на нас нападет. Так, как когда мы объявим войну крысам и некрарху, он вступит под креплением. Очень много армий плавает, поэтому быстрее пришвартовываться к берегу, иначе нас тут утопят. Привет, паренек. Так, вторая армия, насколько, может вылезти вот сюда, она может вылезти, нам встать именно вместе, потому что мы будем на ускоренном марше, еще максимально пройти. Если он проатакует, это будет глупо. Неплохая армия, она стоит, дохнет здесь. В целом у него армии все неплохие, но у него много монстров, а у нас много анти-монстрящей пехоты, поэтому так легко разбираемся с ним. Кстати, в игре можно менять, оказывается, я тут нашел настройки. Так, кампания. И можно поменять сложность, прямо вот на лету, то есть, может, ее можно поменять? А, ну да, можно поставить и сложность кампании низкой, и вас могут ввести в заблуждение, кто-то там будет проходить, сначала на очень высокую, иначе потом херак поставят низкую. Вы об этом даже и не узнаете. Что-то более легко. А вот в чем проблема-то, то есть, зачем-то ввели изменение сложности кампании, прямо вот на ходу. То же самое можно сделать и с сражениями, можно уменьшить до нуля, свести. Поэтому, я кажется, серию, наверное, будут показывать, я просто об этом даже и не знал, в первой части такого не было. Там можно было менять только, по-моему, сложность сражений, но не кампании. Кампания была неизменна. Вот, поэтому буду каждый раз показывать, что мы играем на максимум. А то, знаете, ведь там найдутся и те, кто будет на эту тему спекулировать. Что-то быстро в исполнении идет. Ну, в целом, в исполнении идет 15 за ход. Это нормально при таком климате дерьмовом. Так, здесь лучшее, потому что мы в городе, кстати, в городе-то да, будет быстрее. По 23. 14 900, но это пока идет баф. Дальше все будет гораздо хуже, что 72 тысячи. В казне, это хорошо. Морати, 74 города. Я говорю за Друки. Что это, что ты желаешь? Пробуем ей предложить за конфедерацию все деньги. Что же ты делаешь? Просто ради интереса. Шанс низкий. Опять же, кто-то в комментах писал, что 260 тысяч предложил и пошел на конфедерацию Маликит. Человек играл за культ удовольствия, получается. Но в чем все дело-то? У него могла быть другая ситуация на глобалке, у него могли быть примерно равные силы. Я считаю, что 260 тысяч при таких раскладах это мизер. Надо предлагать, будет больше миллиона, чтобы она согласилась. Или увеличивать силу. Тогда, может быть, да, она и польстится на такие условия. При таком раскладе это бессмысленно. Кстати, она сейчас вампиру-то может и сама вынести, но надо было проконтролировать, если бы мы сюда не приплыли, он бы мог далеко разгуляться. Он сейчас уйдет, не будет он тут, я думаю, стоять и не будет он атаковать. Он может лотерн попытаться снести или все-таки к дальнему городу на севере подойти. Хочет опять мир. За 3 тысячи хочет мир. Ну, в принципе, давай я с тобой заключу. Чтобы не тратить время на бой. И вот он сваливает обратно, его Мурати в принципе может догнать. Я тебе рекомендую чувака отсюда свалить быстрее, потому что если он тебя догонит, тебе мало не покажется. Плываем обратно. Проконтролировали его сдачу, принудили его к миру. Но война все равно будет, потому что сейчас его союзнички заставят его вступить в эту войну. Так, здесь будет скоро стена в башне звезд. И... И, и, и надо общественный порядок здесь повысить. К сожалению, не на экономику строить здание, а на общественный порядок, ибо... скоро закончится баф у нас на общественный порядок. Очень скоро. А, буквально через один ход и он сразу опять пойдет в минус по всем провинциям. Да нет, Пестеринсто нифига не отошел на свои земли. он как чувствует... То ли у него армия просто огромное количество, то ли... он часть оставил в южных землях. Три армии. Крысы, но это все дерьмо. Они очень многочисленные, но... против нашей элиты это разбежится все в считанные секунды. У них магия неплохая, потому что я видел в схватке, когда за них пробовал играть. Ну, там не так уж много было боев, поэтому не могу точно сказать, насколько она круче, чем... темных я магию не люблю. Так. Жертвенная яма Кейна, способность... кистень Кейна. Очаг душ. Знать бы еще, че это такое. Плеть Кейна. Против группы бойцов массовая обилка. Бронзовый котел. Давайте этот прокачаем. Сейчас надо будет армию на севере уже двигать. Ай, Маратти, хочешь, чтобы я вступил в войну с вампирами за тысячу рублей? Да ёкарный матрас. Я только уплываю вообще-то оттуда. Шанс умеренный, то есть больше она не даст. Отношения-то ухудшаются. Кстати, ухудшаются из-за вот примирения с вампирами. Да, плюс договоры с пестлинцем, но это все пока умеренно в плане опасности наших союзов для наших союзов. Если вампир сейчас не свалит, придется его утопить или убить на берегу. Потому что если мы сейчас уплывем, нам надо уже вот-вот-вот-вот-вот объявлять пестлинцу в войну, а он все тусуется на нашей территории. Что ж такое? Здрасте. Мордасть. Только нам синих змеек не хватало. Ну, у них вроде там сил совсем не было. То есть, что они есть, что их нет во врагах, не сильно страшно. Не знаю, не знаю. Вампир подбежал к наковальне в аула, но он не уплыл. Может быть, он просто не успел. Давай-ка я тебя, парень, все-таки, наверное. Смогу ли я тебя ушатать? Давайте мы отплывем вот сюда. Если он не сдвинется в нашу территорию следующим ходом, тогда мы его и бравим к братцам. А потом вот здесь подплывем уже к берегу, поближе, подтащим ковчег. ковчег будет довольно долго здесь расти. Понятно, не могу улучшить, слишком много прошел, проплыл. Так, вот сейчас мы сможем здание построить на общественный порядок. Ой-ой-ой. Как тут все хреново. Вообще бы идеально было бы взять, наверное, Медвежий остров, чтобы подавить восстание именно в нем. Движемся мы в эту сторону. Отлично. Конечно, мы достаем какой-то миллиметр. и восстание будет очень-очень скоро. Медвежий остров надо брать сходу, будет там восстанавливаться и в общем, пытаться подавлять как-то все это добро. Если мы не возьмем столицу, область, восстание может возникнуть где угодно, по сути. 11 900. Доход. Скоро еще и баф закончится. На него. Ну что, вампир, у тебя есть один шанс. Или ты уплываешь, или мы тебя там замочим прямо у наковального ула. Можно черный ковчег спробовать в атаке на него, но проблема вся в том, что он без экипажа. Один военный корабль вряд ли утопит всю армию. Да, он уплыл. Он сделал правильный ход, правда, он может и приплыть. Что ему мешает это сделать? Да ничего не мешает. Но мы пока и не атакуем. Думаю, два хода. И пойдем в атаку на Пестиленс. На их кучу армий. Пестиленс, Пестиленс, Пестиленс. Сношения ухудшаются, скоро будет война. Кстати, давайте-ка мы с ним. Для начала разорвем. И Пестиленс в твоем службе. Торговое соглашение снимать. Надо будет расторгать. Хотя бы один я договор с ним расторгну. Торговлю пока не будем. То есть еще ход подождем. Гириаль. Прокачиваем главное поселение по максимуму. Общественный порядок. Здание на палачей, на гидр. Возможно, пригодится. Если к нам приплывут, то придется здесь мощные войска нанимать. Так, тут у нас общественный порядок нормальный. Соклонизируем, не ищем никакие сокровища. Блин, минус 15. Ну, а сейчас чуть-чуть, конечно, повыше общественный порядок. Я думаю, до Медвежьего острова мы успеем добраться. И там засесть, потом в восстание подавить и двигаться дальше. Алтарь Великой Тьмы. Вот у нас построено здание. Все еще. Что еще не построено? В принципе, все построено. Можно построить, поставить здание на страже и еще больше укрепиться. Драконов пока здесь не особо мне надо. Деньги сейчас нужны будут, ибо доход тут упадет с Пестелинсом. Будет разорвано. Голосоглашение, которое давало нам тысячи две приблизительно. А сейчас закончится баф, и в итоге мы тысяч семь всего получать будем. Семь тысяч – это не дело. Ковчег на автопилоте отплыл еще дальше, но мы сейчас потянем к берегу и начнем обстрел. То есть сразу на Аль-Хаик нападем, займем его и выйдем потом из города. Будем за счет ковчега, я думаю, восполняться. Это будет быстрее, чем в этих говянных условиях. Ну, в прибрежных городах, допустим, он поможет. А что будем делать в центральных провинциях, где его орел-то влияние не достает? Вот там будет жесть. Там будет реальная жесть. Армии очень много у Некрарха. Вампир опять набирает. И Некрарх на первом месте до сих пор. Ну что, в принципе, я готов к атаке. В принципе, я готов. Вся проблема в том, что как бы тут высадиться получше. Еще и гарнизон весьма могучий. Здесь я могу высадиться следующим ходом и сразу жили прямо с моря напасть. Смотрим. Надо подтянуть ковчег. Что-то ель плывет. Вот сейчас начнется настоящая война. Все, что было до этого была галимая жалкая прелюдия. Тут нормально. Все с общественным порядком. А вот здесь все очень ненормально. И в скором времени опять будет восстание. Опять придется проводить бой, подавлять. В реал тайме, естественно. На второй счете это будет сливчик. Весьма могучий сливчик. Ох ты. Ёкарный матрас. Минус. 11. Какая-то гребаная жесть. Минус 11. Потом я выйду. Блин. Ну слушайте, после колонизации надо бы сначала разбить восстание, восполниться. Потому что мы сейчас если пойдем дальше к Медвежьему острову, пока мы идем два хода восстание как раз возникнет. А после колонизации они тут же нападут на побитую армию, которая еще после колонизации не восполнится. Поэтому лучше, раз мы находимся около этих двух городов, попытаться хаосню принять где-то здесь. Рядом. А еще лучше. А хотя ладно, хрен-то. Не буду я пока армию улучшать. Я думаю, что хватит, чтобы восстание разбить. За это время мы восполнимся. Как раз. Так-так-так-так-так-так. А вот и вампирчик. Да это вы плывете. Это у меня вперед или сзад. Нет, он плывет все-таки вроде как от меня в сторону Мурати. Он погреб. Вот. Кстати, смотрите-ка, он еще один город забрал. По-моему, отсапал у Мурати. Сюда же плывет и Пестелинс на своих непонятных боржах. Вот как это прорисовать, было интересно в бою в реал-тайме. Как вот эту вот вот эту лодку можно прорисовать. Похоже на какой-то не знаю. Паровой корабль времен конца 19 века. Где тут моя карта? Я хочу развернуть камеру так, как она была. Ну что? Армия Пестелинса чудесным образом исчезла. Мы переходим к ним на территорию аккуратно, подкрадываемся. Гарнизон мы не видим, какой внутри, но я думаю, что он не особо большой. Вторую армию я пока, наверное, ставлю здесь, чтобы нас сходу не профигачили. Попробую захватить только одной армии, как раз это будет целая провинция. там засядем, посмотрим, чем Пестелинса ответит, что сюда притащит наш Некрарх и в этот момент ударим его со спины. Все в стиле Дарк Эльфов. Что-то крысе надо. Договор о ненападении за тысячу рублей захотел. Но, кстати, у нас сейчас все равно. Так, пока он остатся преданным, но он изменится, так как мы нарушим условия договора, там, по-моему, ходов 10 надо ждать, чтобы дебаф от нарушения. Да что ж за хрень-то такая? Чтобы дебаф от нарушения прошел. Но в любом случае, сейчас вампиры присоединились бы к войне. Что они сделают на полхода раньше или позже, ничего не значит. А так мы не потеряем военного союзника. С Кови нам надо бы объединиться до того, как мы тут всех предадим, иначе будет еще сложнее сделать. Ковен, Ковен, Говен, ты где тут у нас? 125. Я уверен, что твоя маленькая месседия будет больше интересной. Сколько тебе денег надо за конфедерацию, ублюдок? Что ж ты, какой урод-то? Шанс низкий. Хотел спокойно, по-моему, раньше конфедерацию. 51 тысячу кидать? То есть за 51 тысячу этот упырь с несколькими провинциями готов с нами вступить в конфедерацию при таком балансе сил. Тебе представляете, сколько надо дать Мурате, чтобы вот при таком же балансе сил в обратную сторону, ну или чуть большем, она согласилась. Эту сумму можно умножить раз, не знаю, в 20-то точно. Нет, 50 штук я тебе не дам. Может быть, позже. Может, тебя вообще уничтожат, нахрен, и мы твои провинции заберем потом просто так. Уступно улучшение поселения. Так. Вот эта штука, кстати, по-моему, позволяет бороться с скверной, насколько писали. Я не знаю, насколько это точно, но вот незапятнанность, она вроде как позволяет скверну устранять, поэтому данное строение чтобы выгодно было построить, но не в этой провинции, естественно, потому что мы не достроим его до конца. А вот у нас где-то это было. В Ангириале тут вовсю строится как раз. А что у нас тут со скверной на этой территории? Скверна 1. Ну, в принципе, да, ее вычистили, хотя Мурате довольно близко находится. Поэтому с помощью этой хрени мы можем убрать скверну из таких спорных регионов. О, здесь мы можем экономику еще бафнуть. Что здесь со скверной? Ну, здесь она есть, но она никак практически не влияет на что. Тут, думаю, военное здание построим. Ага, тут у нас есть какой-то уникальный дворец Тиранока. Общественный порядок плюс 10, содержание минус 5 для хладнокровных, колесниц хладнокровных, опыт плюс 3 для хладнокровных, доходы от всех построек плюс 50% всей регионы этой провинции. Это хорошо. Мне вот хладнокровные вообще как бы по барабану, а вот все остальное пригодится. Тогда стоп. А все остальное пригодится. Лучше здесь стражей наймем и по максимуму гарнизон. 138 тысяч всего лишь в казне. Но да, ход сейчас солидно возрастет, учитывая, что здесь есть золотой приск. 10 на восстание будет очень-очень скоро. Ну что? Долго мы готовились. Естественно, сейчас все пойдет не по плану, тут как не готовься. все равно какая-нибудь рень будет пытаться нам мешать. Вот мы подошли. Атакуют нас Малекит, объявляем войну. Некрарху, я думаю, что крыс сейчас примет с нами войну. Так, ну культ удовольствия вступит, так как они уже и так воюют, отношения у нас улучшатся. А кстати, подождите-ка. Подождите-ка. Может быть объявить войну лучше через Мурати? Правда. Не знаю, даст ли она денег за это. Так, вступить в войну. Так, с пестерлинцем не предлагаю, шанс высокий и дай-ка мне денег. Сколько ты мне можешь дать денег? Шанс высокий, отлично. Это вот хорошая сделка на начало войны не просто так им объявить, а еще и денег стрясти. Так, 5300 умеренный шанс. Отлично. За 5300 мы вступили в войну с Некрархом. Лол, и при этом мы остались кстати нейтральные с пестерлинцем по-прежнему. Да, дипломатия работает, надо сказать, через одно место. А крыс-то мне нужен, его города мне тоже нужны. Окей. Тогда мы в принципе делаем то же самое с пестерлинцем. Сами будут молить о мире. Так, давай я с крысами вступаю. Шанс высокий, дай мне еще денег. Надеюсь, у нее в казни хоть что-нибудь осталось. Шанс высокий, смотрите. Она могла ей больше дать, просто жопилась. Еще высокий шанс, 4300. Еще высокий, то есть с пестерлинцем дать ее крысы напрягают гораздо больше, чем вампиры. 7300, 8300. Короче, она может и десятку, наверное, даже дать. за 10 тысяч. Вступаю в войну с пестерлинцем. Отношения с расстанутся просто невероятные. 272 в динамике. Федерации пока никакой не будет. Извини, пестерлинц, но это только бизнес. Это только грязные деньги. Мурати. Ну, вот как я и говорил, 7600 мы получаем. Неплохо так подняли баблишко. 15 тысяч получили на халяву за объявление войны тем, кого мы и так хотели ее объявлять. Так, а вот это плохо. Шансы впритык. Гарнизон очень сильный. Второй армии тоже высадить. Я бы чую. Хара. Так, ты можешь тут вылезти где-нибудь? Не объединять армии это, елки-моталки. Слушайте, она, по-моему, не высадилась. Или высадилась? Ты высадилась или нет? Да, она вроде стоит рядом. Раз объединение пошло, и вот сейчас проверим, поможет ли нам ковчег. Он, кстати, был на ускоренном марше, и поэтому эти обилки-то не знаю, будут ли нам доступно хоть их потестировать за город. Питер Гельдрих. Прямая стена, в целом, никаких проблем возникнуть не должно при двухтой армии. Нали в бой, это будет тест. Элита тяжелая тоже, пехотинцы, но в целом они неопытные. Основная проблема это именно башня, стена. все как обычно. У нас пытались на Е, шанс даже одной армии довольно высок. Тем не менее, на всякий случай вторую вывел. Обычный город с пальмами, вампирский. Они, по ходу дела, уже его переработали. Или он принадлежал Бретоне, потому что очень похоже строение не на вампирский, а именно на бретонский. Здесь были бретонцы раньше, а у них даже, кстати, и гербы, смотрите, остались бретонские. Непорядок, непорядок, вампиры вроде бы заняли. Селение при этом не изменилось. Странно. Лень было перерисовывать, поэтому и не изменилось. Кстати, эти обилки способностей с Черного Ковчега доступны. Так что, нормалек. Армия выходит справа, значит, мы атакуем слева. Ну и полезли. Гидра, ворота, ведьма. Малекитом сюда пока. Остальные полезли с этой стороны. А, ну и тени. Конечные же тени, совсем про вас забыл. Все башни здесь неплохие, смотрю, по нам наяривают. По ведьмам уже очень неприятно. все полезли, в том числе и тени. Вот у нас бегут Адам и Ева. Оба на стену. Всех раскидал. Эффективность против группы отрядов. Небесный котел. Попробуем. Что это хоть такое? Они убегают, смотрите, выворачиваются. Что-то такое непонятное. Упало ливень душ, высок эффективность против одного отряда. Но они тут маневрируют. Пасть будет чрезвычайно непросто. Как-то не очень. Совсем не сильное попадание. Воу-воу-воу-воу. Весь фокус по ведьме идет. Ну-ка, ну-ка, отвали отсюда. Фокус именно башен. Пошли. Рубить их. Высокая эффективность против орудия, высокая эффективность против группы бойцов. Кистень Кейна. Да, бьет он, конечно, красиво, все это разлетается. Просто невероятно. зрелищно, но никакого эффекта вообще не дают. Хлопушки стреляют. тени отхватил, надо бы отвезти. Два отряда жестко что-то имеют. Да это стража слабо загребает. отхватил, отхватил, Все резервы они уже бросили на стену, могли залезть на эту стену. Пора уже тащить стеней наверх. Либо они как бы по своим бы не попали. Я их так зажал, думаю разберутся и без них. Так что все эти фейерверки от ковчегов, как мы видим в праймере на вампирьё, не особо действуют. Там, правда, обилки были против группы отрядов. Ну и что, так я кидал не по командиру же, а по отряду большому. По площади, может быть, и будет выше урон, но так вот со стороны никакого дамага вообще не наносит. Единственный плюс ковчега – это быстрое восполнение на побережье в провинциях с хреновским климатом. Вот сейчас будет шанс Мурати заключить во время тех войн и ритуалов в конфедерацию. Шанс нельзя упустить, но придётся вложиться в неё огромным количеством денег, а потом пол серии перестраивать её города и, собственно, распускать армии. Армии мне её, естественно, не нравится большинство. Почти все развалились. Все у меня тут ещё бродят, но распад идёт. Малекита, Малекита. Ещё игнорируют весь урон. Ещё там и командир внизу остался. Блэк, Кеннед, я прям всё сброшу, что есть. Один хрен мы их победили. Та, он уворачивает. Хоть в этом плане компа научили. Манёвром. Давай, маленький. Разберись с ним. Свернул, не получилось заморозить. Всё кончено. Остался не только он, ещё остались он на площади войска. Здесь отряд не развалился до конца. Все слезаем и идём дружно на площадь. Командира у них нет. Руки! 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 Но нам, типа, дает очень большой шанс на авторасчете. Хотя вот эти полосочки свидетельствуют о том, что какие-то сомнения у компухтера есть. Давайте мы сражаемся в риал-тайме. Заодно посмотрим, что могут эти крысы. Но есть у меня подозрение, что нам сейчас могут и навставлять ведь. Возможно. А вот в бою шанс будет пополнить мое слово 50 на 50. Крыса здесь просто тема тьмущая. Ой, зря я начал бой. Надо было все-таки авторасчитать. Посмотрите, какая карта. Вы посмотрите, какая гребаная карта. Опять лес. Надеюсь, он хоть низкий будет. О, да. А, ну, в принципе, нормально. Это же скавинская карта. Она особая. Тут лес с чернобыльскими дубками. То есть это не я отключил растительность. Это просто ее здесь на этой карте нет. Окей, окей. Ну вот, пожалуйста, шанс 50 на 50. На второсчете нам давали там процентов, наверное... Сколько нам там давали? 90. Вот эта будка мне не нравится. По центру сейчас вокруг нее придется оббегать. Что мне не нравится в двойне, у них, по-моему, есть арта. Это мне очень не нравится. В любом случае, идем вперед. Но они тоже бегут на нас. Один глаз на нас, другой на Арзамас. Так, выбегаем и смотрим расклад по силам. 2 800 против 1700. Ну, нормально. Обожаю такие расклады. С крысами давно не воевали. Буквально с самого начала. В компании и не воевали. Подыхнем там кучу. Корний матрас. Крысиная магия. Крысиная магия. Крысиная магия. Воу-воу-воу-воу. Это что еще там за херь такая? Тихо-тихо. Так, ухо, нам сейчас войск не хватит, чтобы повязать это. Умно. Вау, почему там они стреляют? Как из пулемета? Не нравится, как развивается этот бой. Совсем не нравится. Какого? Я не вижу здесь победы, поэтому надо воевать сверху. Отфаян. Еще раз вдохни их. На взлет, на взлет, на взлет. Обхарные бабаи. Ведьма убегает, вы посмотрите. Полным отрядом просто убегают. Вот вам и 90% на победу. Но тут какая-то магия крысиная. Куда вы опять прицепились? Я же вас и стрелков направил. Да, жесть. Палачи колеблются. Это пипец, ребят. Да взлетай ты, твою мать. Так, отлично. Все остановились. Он не взлетает ни хрена. Мутанты. Мы чем-то так всрать легко и свободно. Вперед, 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 вперед. Все надежда на теней. Паяна, никакой надежды нет. Давай, приземляйся. Мерзость из адской дыры. Скажешь, ты мерзость. Скажешь, ты пакость, надо ее застрелить. Так, мерзость перевозбудилась от ведьм. Нет, тоже. Привстала немного. Эти крысы ни хера не хотят убегать. Сдалось их 1700. Еще хрена и больше. Крыса тут атакуют. Нерзость, судя. Сваливает. Мы сейчас можем тут ведьм потерять. А нанимать-то... Отряды и особо негде. Это надо помнить. Гранаты здесь еще на найм не были вкачаны. Все, бегите отсюда, уродов. Это вам не начальные крысы, которые были на первом этапе. Все гораздо хуже. Стрелков тоже очень много. Не побеждаем, но... Очень тяжелый бой. Ведьмам сейчас придет шляпа. Причем, кстати, и стражи тоже... Молотые сливаются. Бегите вы, твари. Не хотят они бежать. Но тут еще, видите, блин, на соплях все висит. Стражи отступают. Сражается Дорфаян активно в куче... Крысюков. Плажар какой-то магии. Чтобы узнать, что они тут за... Войска по нам стреляют. Вообще прекрасно. Инженер-колдун. Крысы. Шанс опять выравнивать, потому что у нас куча войск бежит. Это битва. Вот это... Ого, теперь не закончились боеприпасы. Это накал страстей. Смогут ли темные или не смогут? Как же ты заколебал своей магией? Только одна их гребанная армия. Это горет, не вампирио. Я уже про это неоднократно заявлял, что с крысами будет проблема. Хоян, давай взлетай. Пираты все почти сдохли. Но пиратов-то можно было бы и заменить. То есть это опять же, эти... Самая прям уж элитная армия. Открыть их! Дай, мечты! Мой Кейн! Тиранты Нагаро! Экспуизи! Смешно за бакет. Открыть! Курсерпс! Вперед! Дредлорд! Дарк Элвы! Даруки, вперед! Слова будет выплываться! Даруки! После этого боя стоит задуматься над переформированием армии. Бегут войск от кстати я вам скажу, а у них нихера не бегут. Они вон жаждут боя клона крысы, а у нас улепетывают все во все лопатки. Не хватает просто отрядов, чтобы все это дерьмо повязать одновременно. Остановились вон на грани бегства. 600 осталось. Не знаю, я все-таки надеюсь, что сейчас мы затащим, но потери просто колоссальные. Чадо. А, так у них кстати здесь лидер, лорд Скролк. Это как раз лидер вообще всей фракции воюет, поэтому они с такими бьются двусрачками. По-моему, мон у них был самый главный. Пестеринса. Сдохни ты. Капец. Я тут думал, будет еще легкая прогулка, вот вам легкая прогулка. Я как бы знал, что крыса сильнее, чем империо, но не настолько. Все что-то. Еще один маг. 300 командиров. Мда, это очень серьезно. Все, еще должны все побежать. Бездеры у них сдохли. Смотрите, уверенно. Даже без командиров не бегут. Сколько минут уже этот бой идет. Окей, окей. Сейчас будем, значит, строить здесь здания или вот на островах, которые идут на набор. Быстрее прокачиваться. Теперь продвижение вперед невозможно. Но тут армия сидела внутри, это был не гарнизон. То есть первое, вот то, что было наверху, это была армия. Гарнизон был под ней, если кто не понял. А то скажут, эээ, гарнизону проиграть почти смог. Да нет, это не гарнизон был, это была тоже их элитная армия. Причем с их командиром. Фракционным. А у Дарфаяна не самая мощная была армия. Честно сказать. Надо было вторую подводить. Но рискнул. Рискнул зря. Ну так зря. Бой получился интересным. Зря имею ввиду по потерям. Первая победа. Редкий случай, когда согласен с компом. Тысячу триста погибших, но их было две восемьсот. Эта армия была далеко не хиляки. Да. Это была просто жесть. Это была бойня. Стражи два отряда погибло. Ведьмы вроде выжили этот отряд, не знаю выжил или нет. Но даже два погибших отряда стражей это уже жопа, потому что здесь их не нанять. Семь девятьсот. Семь девятьсот. Семь девятьсот. Хоть компенсацию получить. Ужина скавина. Какая своевременная новость. Ну да, два отряда погибло, остальные выжили. Но погибли самые такие мощные. Окей, восполнение. Проблема в том, что вот у них может быть в следующем городе еще армия сидеть. Эти Дорфаян сейчас... Как вставят только. Микро писюната. На три четверти. Так, дай-ка ты подойдешь сюда, чтобы нас не протковали. Хрен с ним с городом, если их протокуют с другой стороны. Вампериё. Так хотя бы у них соблазна будет меньше. В принципе, можно пиратами пока заменить. Хотя... А, ну мы можем заменить, кстати, тенями. Дорфаяна мы можем теней нанять. Два отряда. Чем сейчас и займемся. Это лучшие отряды, которые у нас здесь есть. Либо ведьма. Ну ведьма слабая против них, как мы опять же лицезрели. Вот эти вот спарным оружием. Заменит временно стражей. Как только будет возможность, я Дорфаяну поменяю их. Что у нас здесь? Ну, как только четвертый уровень будет, сможем и стражей нанять. Пока не можем. Сейчас на порядок апаем, потому что он прежним уходит в минус. Кстати, этот город со свитками, которые нам уже особо-то и не нужны. Так, ладно. У нас провинция, кстати, полностью захвачена. Значит, мы можем сдать эдик на налогую ставку. Налогую ли я сдал, да. И, в общем, ждем, ждем ответных ударов. То, что будет делать. То, чем ответит. Мурати плывет топить вампиров. Вампиров тут, блядь, свои проблемы. И утопило. Но, правда, это было два на одного. Ну, этот город, я думаю, сейчас тоже оприходует, уже окружают. И она заберет обратно его себе. Мурати им так просто не сломать. Тем более, ком-то знает, кто куда атакует, кто где идет. Для него туман войны вообще нет. Я так полагаю. По поводу настройки ходов. Мы тут писали. Камера, 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 камера. Враждебные фракции. Ваша фракция. Дружественные фракции. Враждебные фракции. Нейтральные фракции. Здесь вот можно настроить так, как будут ходить ваши либо лорды, либо войска. Я, наверное, пока менять еще не буду. Сейчас неохота мне с этим разбираться, не до этого. Входим дальше. Просто хотел показать, просили это показать. Так, вот агент тут пробежал. Пока армия нет некрарха, но, думаю, скоро припрется. В общем, никто еще ничем не ответил. Вот к Мартеку идет. Армия меня интересует, почему я не в своих водах покажу. Я, говорит, не в своих водах. А вот теперь я в своих водах. То есть, получается, порт ответственным вот за эту вот. У Аль Хаика область. Дальше уже идет вражеское с острова. Печально, очень печально. Восстановление будет идти крайне-крайне долго даже с этим ковчегом. Это очень печально. Так, ну тут вот с ковчегом вроде неплохо все идет. Ну да. Довольно быстро даже с хреновым климатом восстанавливается. И сейчас мы поменяемся просто армиями. Малекит пойдет в следующем ходу атаковать. Наша мадам эта сядет Ева на восполнение. Если этот хрен нас сам не проатакует, думаю, что не проатакует побоится. А хотя у него еще одна армия идет. А он не достанет. Тем более Мурати на него выходит. Так, 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 так. Теперь здесь. Остановление идет. Сейчас мы посмотрим, есть ли кто-то тут в фонаре в следующий. Думаешь, там армии тоже, наверное, нет. Да, тут только гарнизон, поэтому авторасчет. Уже авторасчет. Семь тысяч. Десять тысяч мы получаем. Без всякой торговли со скавинами. Это хорошо. Забираем город. Надо забрать столицу будет следующим ходом. Но там могут сидеть. Ооо, тут есть золотой прииск. Отлично. Отлично, отлично. Провинция богатая, так что можем хорошо тут поживиться. И тут уникальные здания. Но это храм Геккартия. Свитки, которые нам, в принципе, в принципе, можно и построить. Сейчас с другой стороны здесь есть диковинный зверинец. Прикольно. В этой провинции можно дешево нанимать гидры драконов. Ладно, свитки Геккарти особо не нужны. Мы уже ритуал можем и так проводить. В следующей серии, возможно, мы этим и займемся. Хотя я не уверен. Нам еще надо захватить провинцию до конца. А потом уже будем заниматься. Восстание близко. И подавить его, скорее всего, не получится. Так. Чародейская белая башня Хоэта. Численность героев плюс 2 для чародеек. Ранг новых героев плюс 5. Ну, это мне нафиг не надо. Сила ветров магии. Скорость исследования плюс 6. А, ну, в принципе, скорость исследования повышает. Можно и построить. Только ради этого. Дороги тут уже у нас есть. Да что ж такое-то. Значит, будем строить мы здания для войск. Конечно, для стражей. Куда ж без них. Для теней. Тени, это не совсем стрелки. Я их использую активно. Потому что они, как мечники, весьма себя неплохо проявляют. Но и стрелять могут. Какое-то время. В целом, вроде как, все. Делаем ход. Возможно, вампир попытается все-таки садить город, но не уверен, что осмелится. Если нет, значит, мы атакуем сами. Мартек. Там климат получше. Скоро сольется и Некрарх, и Пестлинс. Только с Пестлинсом надо следить очень внимательно за его армиями и городами. Если Мурати там разойдется очень активно, то... О, кстати, у Пестлинс еще одна армия приперлась. То у нас будут неприятности. Потому что он последняя из фракций, которая по доминации осталась, по-моему, не уничтожена. Сейчас посмотрю. По-моему, осталось уничтожить только Пестлинс. А с союзниками вместе мы удерживаем больше 50 провинций. Так, действие обряд заканчивается. Ущественный порядок. А, ну это здесь нам сообщают, что будет еще одно восстание. Прекрасно. И не успеем мы улучшить свой гарнизон. Так, клана Морс. Все уничтожены. Да, осталось только Пестлинс. 45 провинций мы удерживаем вместе с союзником. То есть это даже не города. Там правильно, кстати, кто-то писал в комментах, что это не города. Да, это целиком провинция вместе с сателлитами. Не только столица этой провинции или какой-то конкретный город. Потому что мы с Марати же в военном союзе. У нас всего 45 провинций. Ни хрена себе. То есть 50 это надо захватить, по сути, ну процентов 70 карт и не меньше. Но на то оно и доминирование. То есть осталось только Пестлинс. Как только мы его... Что это за видео? Свежая рана. А, ну это видео, которые идут у нас за ритуалы по всейенности. Когда будем проводить. У вихря. Вот. Так что с Пестлинсом надо аккуратнее. Если мы его сомнем раньше времени, мы уже скорее всего не закончим с вами никакой ритуал. О! Во, кто к нам идет. Боюсь, как-нибудь сейчас вторая бармия там не выскочила. С тыла жара, так сказать. К нам в гости. Есть определенный гарнизон, правда гарнизон отстой. Сейчас я могу пройти чуть вперед. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вроде бы сзади армии нет. А вот это плохо. Мы можем сделать вот так. Так. Тогда он точно не протокует. Проблема в том, что даже при армии, сидящей внутри, общественный порядок у нас в большой заднице надо повысить. А перкам, а почему такое общественный порядок-то низкий? Технологии... Стоп. Стоп, 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 стоп. Я просто отсюда вышел. Военного присутствия нет, понятно. Тогда мы можем... А, не достанем. Ну ладно, посидим. Потом обратно вернемся. То есть без военного присутствия здесь мы пока не выдержим. Не выдержим. Так, 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 так. Клан Пестеленс. Здесь Некрарха отбросили. И Мурати куда-то пошла. Еще одна хорошая крысиная армия клана Крыса. Мы уже видели на что способны эти твари. Вроде бы казалось и дисциплина хреновая и атака. Но атака у них, кстати, довольно приличная при таком количестве. Это 32, 38. Вот. Вроде как должны разбегаться быстро. Чумные монахи. Ну, это типа наших ведьм. Очень похоже. Брони нифига нет. Зато... Хорошая атака. И даже дисциплина такая же. Бомбардиры со смертосферами. Да, вот у них раз урон очень высокий. 71, 94 дальность. Надо разобраться просто, что у них за войсками атаковали. Бегущие по каналам. С прощами яд. Это еще и херь отравляется. 140 дальнобойность. Вот они берут именно числом, давят. В целом у них такие средние характеристики, но при таких количествах они сминают. Шумные монахи с кадилами. Я даже боюсь против них опять выходить один на один-то. Но у Малекита армия посильнее будет, чем у... Тем более они уставшие будут. Чем у Дорфаяна. Сюрприз ублюден. За карту... Карта отличная. Пустыня. Погнали в бой. Попробуем сразиться еще раз. Еще один тест. Ведьма, правда, не до конца восполнилась, но это не важно. Ее буду стараться в бой подключать только на стрелков. Только в ближние бои. Но вот у этой армии шансов больше. Во-первых, они ведь не целиком в полной армии входят. Их уже и меньше не 2 800, а только... 1700. У нас почти одинаковая численность. Плюс они уставшие. Давайте хоть на вас посмотрим. Или ладно, давайте я сейчас вот что сделаю. Сейчас расставлюсь. Начнется бой. Я просто на паузу нажму, посмотрим, что у них за войска визуально. Под линию. Здесь-то мы выиграем точно, и потери будут, естественно, меньше. Абсолютно близко подходить не буду. Иначе не успеет стража прикрыть ведьму с малекитом сюда. Ибру сюда. Начинаем бой. Ну и посмотрим, что у вас тут за отряды. Отряды. Какие-то полуголые крысы. Колесо. Колесо войны. Это можно даже поставить, наверное, на превьюху. А что, почему бы ее нельзя? Потому что мы воюем все равно с... Нифига себе. В противогазах с крысами. Какая-то арта. Такое ощущение, что у них гибрид некронских технологий со скавинскими. Вот эти вот зеленые. То ли это кислота, то ли... Походу это какая-то кислота. Похоже просто на гауссовую энергию. А эта крысаогра здоровая стоит. Их не узнать сложно. Ну, такие накаченные крысы на... ...стероидах. Видите, какой здоровый. Весь просто сшитый. Как лоскутное одеяло. Ну, у многих фракций тех же отродия у хаоса. Аналог этих войск. Уршсы из склепа. Тоже похоже. Чумные монахи. Я бы не сказал, что они чем-то сильно друг от друга отличаются. У некоторых, хотя там чуть побольше лохмоти и брони, но в целом... ...все они одно лицо. Ладно, погнали. Я поставил снова паузу. Всё. Арткора больше никогда не будет. Арткор закончился тогда, когда впервые я нажал на паузу. Много-много серий назад. Так, короче, они никуда не собираются, по-моему, идти. Уже есть арта. Придется нам подойти к ним и пострелять. Сейчас я тебе покажу... ...настоящую силу. Крыс. Разрался с Дарваяном, теперь вкусим мощь Малекита. Уже ступают. Уже трусливо бегут. Малекит! Крыс! 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 Все! И опять придется упорно за ними гоняться. Сейчас у нас очень здорово отхватит. Поэтому я туда посылаю сразу вьюдму. Да и в принципе можно Малекита тоже на этой куче послать. Эй, ребята тут уже вовсю убегают Как пятки сверкают Это вам не то сражение, где армия Дарфаяна была почти уничтожена Но там их было больше, почти в два раза, чем нас Но и армия там была похуже Ну и они не были уставшие То есть здесь они, видите, еще и на ускоренном марше были Мы думали, что Малекит решится после того боя Уступить с ним в сражение, но Кит на то и Малекит О да Ведьмам хорошо вставили Это в целом, кстати, стражам тоже досталось Воу-воу-воу-воу Это что еще там за чудик Вот эти вот бомбардиры Третьим поколением Куда пошел вихрь Окей Тут уже стрелять с ковчега опасно Вот этого можно выстрелить Поворачивается просто Как в матрице от снарядов Между ними проскакиваю Ну, он все знает, откуда летит Но он, в принципе, и видит, откуда летят они Как не сдаются Так, как не сдаются Так, как не сдаются Все разбежались Но тоже довольно упорно бились И отряд ведьм он здорово Отхватил Стража отхватил Это здорово Те ведьмы тоже Отхватил Опять здорово Она и была не до конца Восполна То есть крыса это Серьезно Ну, серьезно, не серьезно Я бы их поберег Ритуал надо быстрее совершать Надо быстрее совершать ритуал Как бы если эти пестельницы не уничтожили раньше времени Хотя городов у него много еще Думаю, сопротивляется В этой части Ишник не останавливается до самого конца Собирает, собирает, собирает армию Пока у него есть Из чего собирать и на что Потому что в первой части бывало так Что он просто замирал тупо И, имея города, ничего не делал Решительная победа Но потери были такие 404 В боях с вампирами они были поменьше Если бы они были не уставшие Я думаю, тут бы настреляли бы и поболее Малекит 179 Больше у всех Дубай Дубай, мой любовь, Дубай Бэйби, засыпай Тут придется опять посидеть В этой армии придется поплавать Потому что скверна до сих пор нифига не устранена Очень классная Теперь Механика появления скверны То есть садятся в город, тут же она появляется А вот когда вы захватываете город обратно Она нифига не исчезает А, блин, мы уже в курсе, что восстание неизбежно Да, все понятно Все понятно, сейчас будет восстание Все, будем шатать, мотать Делаем ход Еще вот эту армию бы разбить И серию бы можно было завершать Война началась Война будет долгой Не могу сказать, сколько точно серии Потому что я не представляю, сколько долго они будут сопротивляться Насколько активно Марати будет двигаться Параллельно плюс будет идти ритуал То есть это опять бои, 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 бои Пестеринец начинает сливаться по силам Но у него все еще довольно много армий Штук шесть-то есть Хотя с Марати ему не сравнится А, ну конечно же Три армии он подтянул ко мне Ему насрать совершенно на То, что его территорию там громят Что у Марати армии 10 штук бегает Вот у него главная цель Это зажать две мои армии И здесь их, короче, ухайдакать Вот это вот очень опасно Вы понимаете Это очень опасно Поэтому Город у меня разорил один Я предполагал, что комп пойдет в самоубийственную атаку То есть он плевать будет на другого компа Главная его задача это Человечка Завалить все остальное ему На лампочки Так, и одновременно входит вампира Прекрасно Прекрасно входит вампира на нашу территорию Очень замечательно Там еще и хаос появляется Короче, куча проблем опять Все как всегда Так, и в ближнем бою Это чтобы его не подстрелили в полете Прокачал Зато армия надо разбираться Ах, три армии Юкарный бабай То есть половина его армии Как минимум здесь Час Штарма крысы И армия-то у него довольно Приличная Шо мы с вами делаем Я не доберусь до города В любом случае Поэтому Пересаживать сюда Смысла нет Если он осадит Это будет полный Капец Гарнизон еще слишком слаб Будем его здесь встречать Максимально дамажить А потом уже этим двумя армиями Отковать То есть раньше я не пойду Только есть проблема в том Что он может обойти город И тремя армиями обрушиться на нас Но у нас есть всегда Вариант Резервный Если он будет прорываться Тремя вот прям к этим городам Будет видно Что он сюда идет Садимся на корабли И сваливаем в эти города Здесь уже есть стены Поэтому будет Проще С ним разобраться Да, они могут конечно Разрушить эти поселения Но мы можем сюда и вернуться И разрушить в ответ А вот если потеряем армию Да уже возвращаться будет Просто некому И так Это мы убираем Гумно Причем это надо делать Двумя армиями Чтобы опять Минимизировать потери На быстро марш Поэтому отступить Он не может О да Ну карта в принципе нормальная Это мы будем в лесу Он будет Где-то там На равнине Ну стандартная армия Пару отрядов стражей Курганные духи Рыцари Куча монстров Телег Которые бесполезны Против палачей Так что все будет нормас Да Если бы он был Сейчас на горе В лесу Выковырить его Было бы сложнее А так получается Что шансы Вполне себе есть У одной армии Шанс 50 на 50 Но в отличии от крыс Вампир не представляет Такой прямо Дичайшая угроза Потому что войска Заточены против Не очень хорошо В отличии от крыс С стрелками Крыса это бич Нового света Пора от них Сбавляться Пора провести Дезинфекцию Антикрысячью Войска которые входят Мы вбрасываем Входят они медленно Как мы видим Армия будет Очень долго Загружаться Пошли не дадим им Сблизиться С нашими Тенями Стрелками Входим с тыла Телегам В этом бою будет Ни хрена ничего не видно Потому что мы в какой-то низине В тени Разваливаются Телеги Стоят вообще не так Сейчас ведьмы Будут перевозбуждать Снова Возницы Кучеров С этого боя Я сделал еще один ход Нам посмотреть Куда крысы пойдут Интересный вопрос Так ну что Все сдохли По сути да По своим бабаду Дыханула Телести Ли Гив Своих Не застрелись Так активно Болят В эту кучу Все Можно не расставлять Уже решительная победа Вот зацените Потери с крысами И потери с элитной армией Вроде как вампиров Абсолютно Отличается Геймплей Здесь стрелков-то нет А в ближнем бою Мы их перерубаем в хлам А у крысы Именно стрелки достают Таким там Гумном стреляют Магическим Похоже Вот этот обстрел На гномский Да они вот так же Их-то ящеры Наваливают Так вот возвращаемся К городу Смотрим Будет ли сейчас Сближаться Иске осадят Столицу провинции Крыса Так Мудрый Десса Мудрый Десса Тебе бы надо Стремительный удар Прокачать Ибо Армии придется Может быть и делить По одной их разбивать Пестелец Отошли к вампирам И что-то тут сидят Точнее это скорее всего Город именно Пестелец А вампиры здесь просто Подошли И по-рядам встали Культ удовольствия Вторые Семьдесят семь Провинций Капец Пестелец Сорок три Некрарх Стридцать пять Но количество армии У него нисколько Не убавилось Опять там Наподнимал Ого Еще армии идут Кошмар Тут что творится Поглядите сколько их приперлось Ты что смеешься что ли? Придется вылезать на бой Наверное Я тут еще не восстановился Они сейчас просто Обложат Столицу А я хотел сделать ход Хотел я сделать ход Да я наверное его и сделаю В принципе Если они даже обложат столицу Что толку Они так на открытом пространстве Ничего сделать не могут А Обложив город Хотя Я думаю что Ран ничего не смог сделать Мурати ушла То есть Ей вообще плевать Что происходит На моем фланге Я могу ее направить На одну из армий Но Не буду Я заберу всю славу себе Нераспределенные Очки навыков О лама Ладно Скоро у тебя будет восстание Ты в курсе Мы конечно постепенно Пытаемся его Локализовать Стоп Давай-ка мы лучше Увеличим гарнизон Чтобы нас сразу Не проотковали сходу Потом уже будем Все остальное С тобой делать Повреждена Постройка Да что вы говорите Давайте делаем ход Возможно сейчас нас Такуют вампиры Эти точно достанут крысы Хотя они могут Тор Сурцендар Сурпендар точнее Проотковать И В общем сходу Начать атаку Что-то происходит У Мурати Мурати двигается Мурати осаждает Крусюков город И Занимает Нифига не может Устанавливаться А рядом еще одна Сидит Армия вампиров Так что Мурати скоро Вставят Продолговатые предметы В отверстие И отправят ее Обратно Я так думаю С этих берегов Африканских Так Некрарх Что будет делать По-моему Ей уже наваляли Ну да Три армии Как я и говорил Подошли Будет он штурмовать Вот он что будет делать На Малекита Залупился Союз против нас Звероловы Клан Пестелинс Стание неизбежно Захватить Окупируйте Следующую провинцию Золотая башня Спасибо Как бы Без этого хватает Тут проблем Налеты Налеты Залеты Короче Если я сейчас Выхожу Мы будем В две армии Против Самый удачный Расклад Если я выйду Даже так У нас шанс Показывает Что процентов 40 на победу Но я бы не был Столь Обнадеживающий Потому что Одно дело Когда Мы по одному Их разбивали Другое дело Когда они навалятся Сей толпой Стремительным ударом Разделить И разбить По одной армии Давайте Попробуем Ведьма Здесь покоцана Только В принципе Его бой Можно особо Не подключать И Ведьмы Вот мы на побережье К нам накатывают Спрайтовые волны Которые выглядят Как привет Из Начала 2000-х годов Примерно Такие же волны Были наверное В первом Риме Да Может быть Максимум В медивале 2007-го года Тем не менее Это вода Которая не была Повторяю В первую часть Кроме одной По-моему Карты А Ну еще Стражно С побитой Вот это плохо Итак Шанс почти 50 на 50 Но это все На Е Конечно Победим Все это Прекрасно Осознают Видимость Сюда Я думаю Что он пойдет В бой сам 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 Так оно И есть И он идет В бой Сам rets Все Сид Аккакий Аккаки Аккаки Систер Аккакий Заходят на ведьм. Убираем их. Заходят на стрелков. Я туда пошлю... Сейчас Малекита. Ведьмы заставили их перевозбудиться. Тут у нас гарнизон на бой, но он, в принципе, я думаю, не потребуется. Время! Бликсов. Бруки! Время! 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 Убираем их! Убираем их! Убираем их! Гидру ломают Смотрите Супыхнусь мешается Стражи Так, эту армию мы разбили То же самое, в принципе, мы можем сделать и со следующей армией Которые нас осадят А вот третью уже выслится и вдвоем Садят Господа на телегах Давайте разваливайтесь на острее Стоит тянуть Таза Я и сын В итоге самое сложное сражение Из всех, что сегодня были Было именно вот с Пестеринсом Дорфаена Вот там, конечно, пришлось потеть Ну, во-первых, это было неожиданно Во-вторых Реально крысы Своей элиты доставляют Ну, я проводил, говорю, бои За них и против них В схватке А чего-то такого уже подранья не было Более другие составы Удачно подобранные А здесь все спонтанно, так сказать О, он еще и отступить сумел Ах ты ублюдок Так-так-так-так-так-так Остальные, кстати, могут отбежать Успеть Он не даст мне восполниться Я пока не буду высаживаться Я буду разбивать по одной Стремительным ударам И все Ну, там, кстати, может быть Кто-то подойдет, кто поддерживает Этот стремительный удар Достание неизбежно Так, поврежденная постройка Это все понятно Что у нас там с крысами? Крысы идут все-таки на город Они идут на город, где мы сейчас сидим То есть им плевать на все остальное Они идут за армиями Понятно, нет, плохо Это плохо, поэтому Мы заранее берем с вами руки в ноги И валим в города, где есть стена Если они за нами поплывут, хорошо Если не поплывут, значит мы ударим им как-то в спину Разая действует, занимаем башню звезд И Тор-Эл-Обзор Никак они нас не достают Никоим образом Как-то хер с колоколом У них командир Вопящий колокол Ну и на этом моменте я предлагаю Закончить эпизод Интригующим Армия наступает Мы наступаем Все наступают Куча восстаний В общем, самое Жаподрание еще впереди Если серия понравилась вам Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на мой канал На основной дополнительный Вступайте в нашу группу ВКонтакте Оставляйте свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok